Ахахаха! Подожди! Ахахаха! Ребята, всем привет! Начинаю снимать влог. Давненько не снимала в таком свободном режиме. Вы знаете, май прошел, начался июнь. И как-то май закончился вообще великолепно. Недавно у нас была встреча с Педуниверситетом. С разных факультетов, разных годов. Кто-то из Москвы приехал, кто-то из Ульянска. Такие встречи, они бесценны и просто иногда необходимы. Далее у меня была такая сиреневая фотосессия с Катюшей. Вставлю фотографии, посмотрите. Расскажите в комментариях, поделитесь, как ваши дела, как вы вышли из карантина, если вы вышли вообще из этой всей кризисной обстановки. Потому что месяца три назад, если вот так провернуть вспять, это, конечно, был некий такой шок, стресс для всех. Я была не исключением, мой заработок упал раза в три, в четыре. И если раньше у меня к весне постоянно были уже накопления, которыми я могла распорядиться уже съездить на отдых, запланировать что-то, то реально у меня, вот честно, как на духу, был полный крах. Я старалась не унывать, хотя настроение было немного подавлено, что уж тут греха таить, но я забивала свое время по максимуму. У меня была неделя учебы по монтажу. Я начала развивать то, что мне будет необходимо, и даже когда у меня был некий какой-то творческий кризис, то сейчас, если вы можете заметить, по инстаграм, по соцсетям у меня сейчас новая волна какого-то вдохновения, и вы можете это видеть все в ежедневных роликах, и эта волна у меня продолжает до сих пор. То есть мое сейчас вот гармоничное состояние меня устраивает на сто процентов. Я чувствую, что я с вами просто обязана поделиться вот этим неким опытом, потому что, возможно, кто-то из вас даже еще не вышел из этого подавленного состояния. Что мне помогало? Во-первых, много свободного времени я посвящала работе, монтажу, своему развитию. Во-вторых, я начала регулярно заниматься тренировками через день, и я чувствую этот результат. И в-третьих, на ютубе я наткнулась на канал Маши Самариной и начала смотреть ее видеоролики про осознание, про твой внутренний мир. И вы знаете, все так как-то гармонично в пазлы сложилось. Если вкратце, то Маша Самарина отучилась работе с подсознанием в Стэнфорде, в США. И вот сейчас она переворачивает сознание многим, так же, как и мне. Показывает, например, как развить финансовый успех, укрепить или найти счастливые отношения. Учит, как добиться исполнения заветных желаний. В общем, все то, что нам порой не хватает в обычной рутинной жизни. Если вам нужно поднять свое эмоциональное состояние, найти себя, стать счастливее, лучше, обязательно начните с просмотров видео на ютуб. Также у Марии есть закрытый онлайн-тренинг, который для моих подписчиков пройдет абсолютно бесплатно. Вы научитесь развивать свои финансы, отношения в семье с любимым и вообще будете чувствовать себя прекрасно. Поэтому ссылочку я ставлю внизу, обязательно проходите, регистрируйтесь и будьте счастливы. На улице темно, но я покажу вам мой лучок, который я выгуливаю. Такие моднявые джинсы с сайта New Cheek. Джинсы практически безразмерные, мне кажется, они полезут даже на мою маму. Смотрите, какая у меня здесь мадам есть. Сзади у нас тоже два кармашка. Спереди кармашки побольше, мне очень нравится. Если было сегодня солнце, я бы надела вот это платье, тоже с New Cheek. Оно сделано как бы под лен. Легкое, красивое, удобное, просто прекрасно. Я буду носить его либо с туфельками, либо с белыми кроссовочками. Ссылочки оставлю, вдруг вам понравится, захотите себе заказать. И промокод на 15% скидку тоже. Макияж, кстати, у меня новенькими продуктами. Я влюблена просто в эту матовую помаду. Как вам этот цвет? Цвет мне очень нравится. Как она смотрится? Это 0,3 оттеночек, потому что на сайте разные. Тональная основа отлично подойдет для нормальной жирной комбинированной кожи. Для сухой лучше использовать такой питательный крем. Просыпчатая белая прозрачная пудра. Вот с таким спонжиком. Подводка не супер черного оттенка. Карандаш для бровей со щеточкой. Тушь с такой объемной щеточкой. И палеточка теней. Отличные, красивые оттенки. Есть блестящие, есть матовые. Очень красивые. Макияж на скорую руку. 5 минут, наверное, кисточкой помахала. И, по-моему, очень-очень красивенько, да? Ну, а я сейчас хочу доехать до торгового центра. Наконец-то они у нас открыты. Вот и дождик прошел, пока гуляла. Красота. Дожди. Ребята, я приехала к Диме. Так, короче, ребята, это Дима. У него своя... Как это назвать? Своя ремонтная... Мастерская, вера мастерская. Своя веломастерская и все, что связано с колесами. По ремонту вам, ну, к Диме. Вот Дима мне починил самокат, а то он у меня уже был совсем... Что с ним было, Дим? Подшипники разлетелись и ось уже износилась. А вот то, что здесь он весь ходил ходуном, это что было? Здесь просто протяжки потребовалось. Дека болталась. Протяжка просто понадобилась и все. Мы с Димой увиделись буквально случайно, недавно. Но мы в 2005 году работали с Дмитрием... Ты был администратором, я продавцом-консультантом. Тогда еще были магазины бьюти. Парфюм. Год мы, наверное, поработали вместе, да? Да. Косметика, парфюм там было. И вот все. Мы после этого увиделись как-то один раз год назад, чисто случайно. И вот как раз на днях я узнала, что вот он ремонтирует. У меня как раз сломан был самокат. И я думаю, мне к тебе. Дим, ты мне скажи, какой я была в 2005 году? Ой, такой же сустрый, такой же активный. Да? Да. Лиза, мимо, все, в общем, как было. Все такая же, да? Все такая же. А внешне изменилось? Внешне нет, не изменилось. Да? Нет, а мне кажется, я похорошила даже с 2005 года. Ну, если только ли. Так, в общем, ребята, приходите к Диме. Это Марата14, у тебя адрес, да? Напротив чего, чтобы если что? Напротив Сибирска М+. Компьютера. Напротив Сибирска М+. Вот, а мы сейчас еще для вас поснимаем некоторые смешные ролики в соцсети в стиле ТикТок, поэтому вы еще увидите Дмитрия, подписывайтесь на мой Инстаграм, на pkmaik73, на мой ТикТок, и будет вам счастье. Все. Пойдем снимать. Смотри, и на меня не поворачивайся. Ой, какая красота. Спасибо. А что спасибо, Дима? Я себе вообще-то... Сбрасываю. Ну все, мы с Димой тут наснимали. Ух, это был трэш, мы так смеялись, ребята. Если бы вы только были с нами. Надо было влоговую камеру тоже поставить. Может быть, что-то из телефона, какие-то нарезки тоже вам вставлю. Надо немножечко юморить. А что еще делать? Так, я сейчас съезжу, наверное, на почту и уже домой. Дороги наши извечные проблемы. Очень часто, смотря сторис, мне пишут о том, что странно, что у нас нет разметок вообще на дорогах. Как мы вообще ездим? Но в основном это девушки так пишут. Мне кажется, мужчины уже привычны к этому. Но помимо разметок у нас тут, как говорится, еще дел много. Постоянно что-то у нас тут латают, вечные ямы. Заканчиваю стирать бельишко. Сейчас расскажу о своих порошках. Все чистенькое, свеженькое. Сейчас стирала вот этой новой линейкой. Вообще, мое знакомство началось вот с этих двух средств, как вы мне и советовали. Мне понравилось. Вот у Фаберлик вышла новая линейка. Хом Гном Гринли. Вот в таких пакетиках это все находится. И вот такой пятновыводитель. Здесь уже есть мерная ложка для удобства. Хорошо отстирывает и подходит по назначению. Плюс это экологично, безопасно, не вызывает аллергии. Можно стирать и детские вещи. В принципе, все как и заявлено. Отстирывает вещи и в самой жесткой воде, и при любой температуре. Плюс защищает стиральную машину от известкового налета и накипи. Нет никаких отдушек, фосфатов, хлора, консервантов и красителей. Ссылка на сайт Фаберлик будет внизу под видео. Проходите и покупайте все с 20% скидкой. А также, девочки, обязательно посоветуйте мне еще что-нибудь для дома, чем вы пользуетесь. Покажу вам мою обновленную технику для съемок видео. Вот сегодня я брала с собой этот штатив, чтобы с Димой снимать видео. Сюда удобно, что можно ставить телефон и не нужны третьи руки. Световое кольцо. Здесь держатель для телефона. Теперь у меня целых два световых кольца. Получила сейчас посылочку с Sheinside. Сейчас вам все примерю. Костюмчик, кофточка и юбка. Можно носить как с классикой, вот сейчас с туфельками, как с кроссовочками. Оригинальное платье изумрудного цвета на запахе. У нас, смотрите, юбка плиссе белая. И вот этот зеленый верх будто бы над этой юбкой. По-моему, очень красиво смотрится. Обычный длинный халат на запахе или скорее даже кимоно. Не скажу, что супер хорошие качества, но неплохо. Более-менее такое приятное. А вниз можно какой-нибудь пеньюарчик. И бомбовая футболка моднявого фасона. Просторненькая. Конечно, ее можно будет укорачивать. И вот такие джинсы с завышенной талией. Они слабо тянутся. Качество очень классное. Мне понравилось. И вот так они смотрятся сзади. Тоже красиво, да? Ну что, ребята, я начинаю монтировать свой влог. Завтра мы планируем поехать в Кузоватого. Поэтому следующий влог будет из деревни. Вас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на соцсети. Пишите комментарии. Жду вас всех. Очень люблю. И желаю хорошего настроения. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok